Спонсор программы «Время новостей» Сочи – многопрофильная клиника «Зельцер Мед». Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Федерация лыжных гонок России и следком выясняют подробности сорванных соревнований. Что случилось? Время блинов. Продукты для приготовления основного угощения на Масленицу подорожали. Насколько и где самые дешевые блины? Не справился с управлением. Водитель электроавтомобиля китайского производства спровоцировал аварию на трассе. Что с пассажирами? Федерация лыжных гонок приступила к выяснению обстоятельств, которые привели к массовому завалу лыжниц на Спартакеаде в Сочи 8 марта. Как заявили в ведомстве, результаты расследования будут обнародованы публично. Проверка организована и следственным отделом по Адлерскому району города Сочи. Напомню, ранее в медиапространстве были распространены сведения о том, что спортсменки, участвуя в 10-километровом забеге, попали в снежную бурю и получили повреждения. Инцидент случился во время спуска на скоростном участке трассы в селе Эстасадок. Гонка проходила в условиях плохой видимости. Согласно протоколу, дистанцию не смогли завершить 14 участниц. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что в результате произошедшего есть травмированные ушибы, один перелом. Ход и результаты проверки происшествия поставлены на контроль в следственном управлении. И уже другой инцидент, также произошедший в Сочи 8 марта, взят под личный контроль председателя СК РФ Александра Бастрыкина. В сквере напротив Морпорта собака покусала женщину, которая пыталась защититься от нее. По словам женщины, крупная собака кинулась на ее 9-летнего ребенка, хотя он не дразнил ее. Она оттолкнула животное, но получила травмы. Скорую вызвали очевидцы. Нападение закончилось четырьмя швами на ладони левой руки, одним швом на запястье правой и шоком у ребенка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. На курорте прошел сход граждан ТОС «Солнечный». Встреча с жителями состоялась в Сочинском колледже искусств. Ее участниками стали представители администрации, сотрудники надзорных органов и члены территориального общественного самоуправления. Согласно паспорту ТОС «Солнечный», в этом году по поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского планируется провести текущие ремонтные работы в детской музыкальной школе номер один и художественном музее имени Жилинского. Произвести замену 20 контейнеров для сбора ТКО по улицам Кубанской, Комсомольской и в переулке Горном. В основном граждан интересовали вопросы по поводу благоустройства территории района, работы наших транспортных служб и отрасли ЖКХ. Все вопросы, взятые под наш контроль, будут проведены выездные мероприятия совместно с заявителями для указания проблемных точек и для скорейшего решения острых проблем. Все обращения жителей, озвученные на сходе, зафиксированы и переданы в работу профильным специалистам. Их исполнение находится на контроле районной администрации. Учительницу из Сочи наградили двухкомнатной квартирой. Ирина Амосова – победитель многочисленных педагогических конкурсов, а также лауреат престижной премии российского общества «Знания». Жилье педагог получила в подарок от сочинской администрации. Сертификат на квартиру вручил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Новое жилье учитель получила рядом со школой, где работает и учатся ее дети. Конечно, это счастье. Я 18 лет ждала этого. 18 лет мы проживали в гаражном кооперативе. И, конечно, это просто подарок судьбы. Это родной микрорайон, в котором я родилась, я выросла. Здесь родились мои дети, учатся в этой школе. И я работаю в этой школе. Конечно, это большое счастье. Спасибо большое. Ирина Амосова не только преподает в школе, участвует и побеждает в многочисленных конкурсах, но и ведет с 2018 года собственный блок об образовании. На сегодняшний день она выпустила более 45 пособий для учащихся начальной школы, которыми пользуются десятки тысяч детей по всей стране и за ее пределами. Социальная поддержка очень важна. И Алексей Сергеевич, наш глава, уделяет огромное внимание поддержке и учителей, и воспитателей, и педагогов дополнительного образования. Никогда не бывает незаслуженного подарка. Ирина Юрьевна на протяжении долгих лет самый активный участник всех профессиональных конкурсов. Она победитель конкурса на звание лучшего учителя и премии президентской. Она победитель всевозможных грантов. В этом году Ирина Амосова стала первым педагогом, получившим новое жилье от сочинского муниципалитета. В прошлом году ключи от квартир были вручены 13 учителям города-курорта. 11 марта у православных началась масленица. Как подсчитали специалисты, ее главное лакомство в этом году обойдется дороже. Краснодарский край вошел в топ-5 регионов России по дороговизне блинов на масленичную неделю. Специалисты рассчитали среднюю стоимость домашнего приготовления блинов на основе цен на продукты. Она составила 186 рублей за стопку. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Прежде всего, рост цен на блины связан с подорожанием яиц. Согласно статистике, дороже всего в России приготовление блинов на масленицу обойдется жителям Ямала-Ненецкого автономного округа – 253 рубля. Хабаровского края – 233 рубля, Москвы – 227 рублей и Санкт-Петербурга – 201 рубль. Меньше всех на приготовление стопки блинов потратят жители Ставропольского края – 119 рублей. В этом году масленичная неделя, на которой принято готовить блины чаще обычного, продлится с 11 по 17 марта. В Адлере полицейские задержали 22-летних приезжих одноклассников, которые прятали наркотики в тайник. У одного из задержанных в кармане нашли свертки с наркотическим веществом, а в телефоне локацию уже сделанной закладки. В доме, где они временно проживали, также обнаружили запрещенные вещества, весы и упаковочный материал. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. О других происшествиях на курорте прямо сейчас в традиционной сводке ЧП. Кабели на 1 миллион рублей похитил 36-летний ранее судимый сочинец. Чтобы не привлекать внимания, он оделся в спецодежду, а лицо спрятал под кепкой. О пропаже имущества оператора связи в полицию сообщил представитель организации. Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено 9 уголовных дел. В центральном районе Сочи на улице Тимирязева загорелась баня. Посетители заведения эвакуировали, пожар потушили. По факту произошедшего идет расследование. На переулке Морском водитель такси при повороте не убедился в безопасности маневра и сбил мопед, который ехал прямо. На место происшествия очевидцы вызвали сотрудников ДПС и медиков. Авария с участием сразу нескольких автомобилей произошла на трассе Адлер-Псоу. Один из них перевернулся на бок. На месте работали пожарные, МЧС, медики и сотрудники госавтоинспекции. Есть пострадавшие. В микрорайоне Светлана возле сетевого супермаркета произошла драка между охранником и покупателем. Как рассказали очевидцы, мужчина в нетрезвом состоянии пытался зайти в магазин, а сотрудник решил его не пускать. Отдыхающие на пляже обнаружили тело мужчины в воде и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС достали труп из воды и передали сотрудникам следственных органов. Происшествие произошло в Лазаревском районе Сочи. По факту смерти человека ведется расследование. Авария с участием двух автомобилей произошла на эстакаде в Адлерском районе. Водитель машины китайского производства, двигаясь по трассе на высокой скорости, решил обогнать скутер, но не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в минивэн. В результате ДТП пострадали 4 человека. Все были госпитализированы. Это время новостей. Смотрите во второй части программы. Гулять будет комфортнее. В Сочи реконструируют Теренкур. Что нового появится и когда закончится ремонт. Еще один рекорд России. На курорте подвели итоги Всемирного фестиваля молодежи. Сколько людей его готовило. Дом для четвероногих. Глава города посетил приют для бездомных животных. Что показали мэру? Об этом и о многом другом сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Клиника УРОПРО. Восстановим Ваше урологическое здоровье. Решение деликатных проблем интимной сферы в клинике Зельцер Мед. Уролог, проктолог и гинеколог всегда предложат наилучший вариант лечения с традиционным качеством, используя самые современные технологии. За здоровьем в Зельцер Мед. Профессиональная диагностика и лечение женских проблем. Клиника УРОПРО. Лечим геморрой любой степени сложности. Клиника УРОПРО. 300-04-79. Рекламное агентство Макс Медиа. Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство Макс Медиа. Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на Макс ФМ. Время новостей в эфире в студии Алла Матюханова. И мы продолжаем. В Хостинском районе продолжается благоустройство теренкура. Оно завершится к началу курортного сезона. Первый этап работ проходит до разъезда «Заря» в сторону стадиона. На тропе здоровья предусмотрена установка новой системы освещения и удобных скамеек. Съемочная группа «Сочи-24» побывала на месте и увидела, как ведутся работы. Тропа здоровья – излюбленное место горожан и туристов. Она кроется в тени деревьев. С нее открывается чудесный вид на море. Гулять по теренкуру можно совершенно бесплатно. Здесь не нужна специальная экипировка или обувь. По поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского сейчас на популярном маршруте длиной 5 километров ведутся работы по благоустройству. Реконструкцией теренкуры занимаются 19 специалистов. В их распоряжении 5 единиц техники. В феврале уже обновили свыше тысячи метров поребриков. Проложили под землей линии электропередач и поменяли около 800 квадратных метров брусчатки. Помимо брусчатого покрытия также будут новые мафы, лавки, урны, которые будут выдержаны в стиле сталинского ампира. Проведена будет санитарная обрезка на данной территории. Приведутся в надлежащий вид и зеленые насаждения, и прилегающие территории. И это нам позволит иметь закольцованный маршрут, который будет проходить непосредственно от центра города, через пляжную набережную, через морскую, с выходом на набережную реки Мацеста. И в дальнейшем также можно будет вернуться, либо пройти на пляж Мацестинский. В прогулочной зоне организуют новые смотровые площадки. Уже существующие будут обновлены. Появятся на теренкуре детские и спортивные площадки. Также на пути будет установлено видеонаблюдение, подключенное к умному городу. Но даже на этом этапе благоустройства отдыхающие замечают изменения. Я живу здесь достаточно давно, уже почти пять лет, и постоянно пользуюсь теренкуром. Он преображается постепенно, но в лучшую сторону. И это не может не радовать. Я приехала из Татарстана в гости. Не первый раз в Сочи, но на теренкуре первый раз. Это чудо. У нас такого нет, поэтому. Запах. Во-первых, море, во-вторых, это сейчас зелень. Тем более я приехала на данный момент, у нас полтора метра сугроб. У нас в этом году очень снежная зима. И поэтому мы сюда приехали, просто камфуем. Экотропа входит в единый 15-километровый пешеходный маршрут «Две реки, одно море», который можно будет пройти за 4 часа неспешным шагом. В Сочи подвели итоги Всемирного фестиваля молодежи. В нем приняли участие более 20 тысяч человек из 190 стран мира. Чтобы организовать это событие, была проделана огромная работа. Как со своей задачей справились волонтеры? Удалось ли грамотно выстроить логистику? Об этом и о многом другом говорили в студии программы подробно. И вот лишь один фрагмент интервью. Если говорить о фестивале, то это, прежде всего, историческое событие. Я знаком со многими ребятами из других регионов России. И они никогда в жизни не видели настолько большой организации, настолько большое и массовое мероприятие. У нас были концерты, мастер-классы, лекции с именитыми гостями. Это, прежде всего, возможность познакомиться не только с российскими коллегами, но и с международным молодежным сообществом. Потому что фестиваль, прежде всего, собирает в себе огромное количество единомышленников, которые могут изменить этот мир к лучшему. Участников от края было до 600 человек. От Сочи участниками именно было 30 человек. И для нас это очень прекрасная цифра. Мы думали, что нам, как и всем, 5-7 человек воту дадут. Нет, у нас отобрало для федеральной органы 30 человек. Они все приняли участие. Это различные ребята, общественники в разных направлениях деятельности государственной молодежной политики. Полную версию программы подробно смотрите сразу после выпуска новостей. Также она доступна в наших ВК-видео «Сочи-24». Ну а во время длинных выходных в Сочи отмечали не только Международный женский день, но и десятилетия зимних паралимпийских игр. Напомню, в 2014-м в этих соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 45 стран мира. Сборная России стала триумфатором домашних игр. Команда победила в общем зачете. Наши спортсмены завоевали 80 медалей, 30 из них – высшие пробы. Спустя 10 лет паралимпийцы вновь собрались в Сочи на торжественные мероприятия. Торжественные мероприятия начались в Олимпийском международном университете, где многие из паралимпийцев за эти 10 лет прошли обучение. Несмотря на официальный формат мероприятия, всё было похоже на встречу старых друзей. Некоторые спортсменов давно не виделись. Они с теплотой вспоминали события 10-летней давности и обсуждали яркие моменты игр. Торжественная часть началась с вручения памятных наград в честь десятилетия зимних паралимпийских игр. Затем была открыта фотовыставка, и экскурсию по ней провёл президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Конечно, центральное место занимает самый успешный спортсмен, который выиграл шесть золотых медалей – Петушков Роман. После спортсмены высадили деревья на аллее чемпионов. Среди участников были многократные победители и призёры паралимпийских игр, а также тренеры, подготовившие чемпионов. Многие отметили, что именно проведение домашних игр дало огромный толчок развитию паралимпийского спорта в России. В Сочи к паралимпийским играм была создана безбарьерная среда. В том числе появилась вся необходимая инфраструктура для занятия спортом людей с инвалидностью. И сегодня эта работа продолжается. Все объекты, которые создаются на курорте, в том числе доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас сегодня есть центр работы с инвалидами, который ежегодно увеличивается. Благодаря поддержке главы города Алексея Сергеевича Копайгородского у нас в прошлом году был открыт бассейн при ГАИ, где сегодня открыта секция. Также у нас развивается очень сильно адаптивная самба. Для воспитанников спортивных школ курорта паралимпийцы провели мастер-классы. Сочинский муниципальный центр по обращению с животными принял первых постояльцев. Сегодня на попечении специалистов находятся 24 собаки, которые были отловлены с улиц курорта по заявкам жителей. Как работает центр, приехал посмотреть глава Сочи Алексей Копайгородский. Сочи пока единственный город в Краснодарском крае, где открыт подобный центр. В городе ведут работу по уменьшению числа бездомных животных. В центре уже установлены 87 вольеров, где одновременно может содержаться около 350 животных. На территории комплекса также есть медицинский блок с операционной и манеж приемная. У нас животное поступает в карантинный блок, который содержится там на протяжении 10 дней, потом вакцинируется. И на 16-й день у нас идет стерилизация и кастрация животных в операционном блоке. В центре животных моют, кормят, выгуливают. Особо агрессивных отсаживают отдельно от остальных, чтобы не провоцировать драки между собаками. Мы рассмотрел вольерный комплекс, пообщался со специалистами. Целый комплекс мероприятий, позволяющий полностью решить вопрос с безназорными животными. Ну и отрабатывать жалобы населения, тех, которые видят, что одиноко бродячие собаки бегают. Сейчас в центре продолжается работа по расширению. Прокладывают дополнительные инженерные коммуникации. Планируется строительство еще 80 вольеров для животных и площадки для выгула собак. Также здесь появится и кошкин дом. Это отдельный блок, где можно будет содержать до 70 кошек. Там тоже будет место для выгула. Кстати, все работы проводят при поддержке неравнодушных сочинцев. Сейчас перед специалистами центра стоит задача по отлову бездомных животных из зон гостеприимства, парков и скверов. А тем временем Сочи вошел в топ-тройку самых кошачьих городов. Согласно опросу, в лидерах Стамбул за ним следует Зеленоградск и, замыкая тройку, солнечный курорт Сочи. По мнению россиян, именно в этих городах чаще можно увидеть кошек, которые подходят за лаской и угощениями. В Сочи, по мнению респондентов, практически везде есть шанс встретить хотя бы одного пушистого друга. На этом у меня все. Самые актуальные новости курорта в нашем телеграм-канале Сочи 24 ТВ и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp. Номер на вашем экране. Информационные вещания нашего телеканала продолжают выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиша. Не менее 19 человек погибли в Индонезии в результате наводнений и оползней, вызванных днями проливных дождей. Ещё семь человек числятся пропавшими без вести. Бедствие обрушилось на провинцию Западная Суматра. От непогоды страдают её столица Паданг, а также ещё восемь регионов. Особенно южная прибрежная зона. Объединённая команда спасателей расширила работу на 14 пострадавших районов. Повреждено около 700 жилых домов, а также десятки мостов, школы и сельскохозяйственные угодья. В спасательных работах участвует 150 человек. Им препятствует то, что некоторые дороги заблокированы оползнями. Более 70 тысяч жителей были вынуждены эвакуироваться. Специальных временных убежищ не оборудовали, поэтому люди размещаются в близлежащих мечетях. Им предоставляют еду, воду и лекарства. Как только вода отступит, они готовы вернуться домой. При этом прогнозы синоптиков неутешительные. Впереди ещё несколько дней ливней. Ожидаются новые наводнения и оползни. Сезон дождей в Индонезии начался в январе. Американские военные по воздуху эвакуировали сотрудников посольства США в Порто-Прансе, столице Гаити. Пока из страны вывезли только тех, кто выполняет задачи второстепенной важности. Кроме того, власти США усилили охрану посольства. Эвакуация началась после очередной эскалации насилия. Вооружённые бандиты и так уже контролируют 80% города. Поздно вечером 8 марта они атаковали центр столицы, где находятся министерства, посольства, Верховный суд, резиденция президента, а также банки и отели. Бандиты подожгли здание МВД и обстреляли президентский дворец. «Мы изучаем варианты действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить безопасность нашего дипломатического персонала. Пока не принято никаких решений о возможном развертывании военных». Гаити также покинули посол Германии и другие европейские дипломаты. Пока они будут работать в соседней Доминиканской республике. Власти зарубежных стран призывают своих граждан тоже уехать в безопасное место. Преступные группировки начали массированное наступление в конце февраля. В это время премьер-министр Ариэль Анри поехал в Кению договариваться о помощи в борьбе с бандитами. Лидер боевиков призвал свергнуть премьера. Бандиты начали брать штурмом полицейские участки, попытались взять под контроль международный аэропорт, а также атаковали две тюрьмы, после чего оттуда бежали тысячи заключённых. В Порто-Пренсе ввели режим ЧП и комендантский час. Ариэль Анри не смог вернуться в страну из-за разгоревшегося насилия. Военные США заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию и помогать премьеру. Также они не станут посылать военных, чтобы поддержать гаитянскую полицию. Между тем, ООН в октябре прошлого года одобрила отправку в Гаити полиции из других стран. Многонациональную миссию должна была возглавить Кения. Пока отправить силовиков официально пообещали пять стран. Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Бенин и Чад. На досрочных выборах в Португалии победу одержал консервативный правоцентристский демократический альянс во главе с Луишем Монтенегро. При этом социалистическая партия Педро Нуну Сантуша, которая была у власти с 2015 года, потеряла абсолютное большинство. Согласно подсчётам, Демократический альянс набрал 29,49% голосов избирателей. У социалистической партии – 28,66%. Третье место заняла правопопулистская партия «Хватит» бывшего спортивного комментатора Андреа Вентуры. На предыдущих выборах она набрала 7% голосов, а на этих – все 18%. Однако две крупнейшие партии ранее заявляли, что не будут формировать с ней коалицию. Луиш Монтенегро, выступая перед сторонниками, выразил надежду, что социалисты и партия «Хватит» не сформируют коалицию против него. «Чтобы обеспечить в стране стабильность и верховенство закона, мы должны апеллировать к чувству ответственности каждого, кто займёт место в парламенте, представляя португальский народ». Как ожидают эксперты, сформировать коалиционное правительство в стране будет непросто. Это в итоге может привести к новым досрочным выборам. Нынешние выборы в прошлом году президент назначил после отставки премьер-министра страны Антонио Кошты. Тот ушёл на фоне коррупционного скандала. «Оппенгеймер» – биографический фильм о гонке за создание первой атомной бомбы получил 7 премий «Оскар», включая престижный приз за лучший фильм. Ирландский актёр Киллиан Мёрфи получил статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль» за образ американского физикотеоретика Роберта Оппенгеймера, который в годы Второй мировой войны разрабатывал первые образцы ядерного оружия. Режиссёр Оппенгеймера Кристофер Нолан получил «Оскар» за лучшую режиссёрскую работу. Эмму Стоун назвали лучшей актрисой за роль женщины, воскресшей из мёртвых, в мрачной комедии «Бедные несчастные». Это уже вторая премия «Оскар» для Стоун. В 2016-м награду ей дали за лучшую женскую роль в мюзикле «Ла-ла-ленд». В номинации «Лучшая актриса второго плана» «Оскар» вручили Довайн Джойн Рэндольф, сыгравший в комедийно-драматическом фильме «Оставленные». Лучшим актёром второго плана стал Роберт Дауни-младший, сыгравший в Оппенгеймере. Лучшим анимационным фильмом стал «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. А за лучшие визуальные эффекты наградили фильм «Годзилла минус один». Приз за лучший монтаж также получил Оппенгеймер. Боливийские челиты хотят в юбках покорить Эверест. Эти четыре альпинистки уже побывали на многих вершинах, включая гору Уай на Потоси высотой 6088 метров. «Добравшись до вершины, я почувствовала, будто поднялась в небеса. Я увидела самолёт, летящий поблизости. Увидела огни лопаса, сияющие как звёзды. В то мгновение я подумала, что никогда не брошу альпинизм». Женщины поднимаются на гору в традиционных нарядах. К ним добавляют только ботинки с кошками и каски. Рюкзаками не пользуются. Несут груз в разноцветных пледах. Проводников с собой не берут. Чулиты привыкли к подъёмам, поскольку раньше носили альпинистам еду в горы. Теперь у Боливии к за плечами ещё больше опыта. «Я поднялась на много гор – Ильямани, Сахаму, Паринакоту, Акатанго и Кандарири, то есть почти на все горы в Боливии. Я также ездила в Чили и поднималась на Охас Даль Салада». Альпинистки считают, что у них уже достаточно навыков для покорения Эвереста. «Я хочу быть первой женщиной Чулитой, которая поднимается на Эверест. Хочу покружиться там в юбке и помахать боливийским флагом». Чулиты также мечтают встретиться с шерпами и поделиться с ними своими историями о горах. Сейчас боливийки тренируются, а также ищут спонсоров. Без финансовой помощи им не достичь мечты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Телеканал «Сочи-24» приглашает провести вечер за просмотром художественного фильма «Десять зим». Эта мелодрама была снята совместными усилиями российских и итальянских кинематографистов. Съемки фильма проходили в Венеции и Москве. История рассказывает о двух молодых людях – Камиле и Сильвестра, которых постоянно сводит вместе судьба. На протяжении десяти лет Камила и Сильвестра встречаются всегда в одно и то же время года – зимой, чтобы в очередной раз убедиться, что созданы друг для друга, но все равно разбежаться. Им потребовалось десять зим, чтобы наконец понять, что поиски закончены, и они давно нашли то, что искали. Но до тех пор каждую зиму они будут встречаться, расходиться, проходить мимо друг друга, для того, чтобы в один прекрасный зимний день наконец быть вместе. Какие трудности ожидают главных героев и насколько сложным окажется их путь к счастью, вы узнаете, посмотрев фильм «Десять зим» во вторник, 12 марта на телеканале «Сочи-24». Начало в 21.00. Приятного просмотра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова